Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2012 году наша область уже имела достаточный опыт и наработана по проведению конкурсов, связанных с художественным словом. И у нас уже практиковалось проведение конкурса чтецов, причем он включал номинации и исполнителей поэтических произведений, и исполнителей прозаических произведений, и даже авторов произведений. И на момент, когда мы получили первое положение о первом конкурсе, у нас уже областной региональный конкурс закончен. Поэтому в 2012 году нам пришлось то, долго думали, что делать, и мы включили просто живую классику одной из номинаций уже наших конкурсов. Вот так, наверное, и большинство было, потому что довольно просто мы получили положение этого классика. А конкурсы и план проведения мероприятий на учебный год запускаются несколько раньше. В нашей области, как это уже и звучало, конечно, курируют, вернее не курируют, информации о конкурсе и организации конкурса все-таки исходит для нашего местного министерства образования. Идет информационное письмо за подписью министра образования в нашей области. И, конечно, руководствуемся мы положением о всероссийском конкурсе. Но вот непосредственно работа по организации конкурса в области занимается у нас областное учреждение дополнительного образования детей. Я представляю областной центр дополнительного образования детей имени Гагарина. И являюсь акуратом и организатором конкурса в регионе. И в муниципалитетах у нас, да, конечно, это на контроле у органов образования, да, конечно, это все идет через школы, мы не можем идти вне образования, но непосредственно организации проведения в нашей области в основном занимаются учреждением дополнительного образования. Это вот то, наверное, что в нем очень пока прозвучало выступление предыдущих моих коллег. Ну, что же касается динамики развития. В нашей области, я не буду говорить о стандартных цифрах, на первом слайде, наверное, видно, как развивался конкурс 2012 года в нашей области. Апогея конкурса, и я не исключаю, что в большинстве регионов тоже апогея конкурса все-таки стал 2015 год. По той причине, когда уже все поняли, что такой конкурс существует. Когда люди в 2014 году набили мозоли на том, как регистрироваться в 2015 году, научились, наконец-то, и все регистрировались, и участвовали в пятом и шестом классе, наверное, это было моей конкурса. Ну, вот, что касается 16-го года, то вы, наверное, видите, что в пятом и нашей области, несмотря на то, что возрастной ценность был увеличен, что могли участвовать с девятого по... с девяти лет по 16, с пятого по десятый класс, несколько снизилось. И это, наверное, характерно не только для нашей области, а связано, во всяком случае, мы считаем, связано, прежде всего, с тем, что в 16-м году Молухау каждый должен был зарегистрироваться на сайте. И вот я вижу по скипкам головы, действительно, это было очень сложно сделать. Во-первых, я прошу понять меня правильно, зарегистрироваться на сайте подчас сложно даже взрослому и педагогу. Я думаю, что так же, как и в нашей области, у большинства детей в провинции, я не говорю про простые центры, У большинства детей в провинции не только нет своего электронного адреса, у некоторых нет даже компьютера. И поэтому практика, когда регистрировали в 14-м, не в 15-м году все-таки учителя или там библиотекари, но когда регистрировали детей по списку, наверное, это было более приемлемо и не вызывало стоимость сложности. А от того, что они не зарегистрировались на школе ВМТ, их уже не допустили к району. А уж тем более... Я, наверное, естественно, это не права никакой, и вот там и находила на сайте. Можно я еще одну вопрос задала? Да. Вы же не смешивали, что я пыталась объяснить, что зачем нам вообще нужно было регистрировать детей, да? Что в дальнейшем хотели с этими людьми продолжать работу. Получается, мы хотели, конечно, максимально с вас снять опять же нагрузку, потому что если у нас была возможность информировать детей самостоятельно на чем-то, это значит, что вы не должны быть теми на телефоне. То есть это то, к чему мы хотели бы прийти. Но понятно, что есть такой момент, который на самом деле мы об этом не очень сильно думали. Действительно, что не у всех есть компьютеры. Ну и даже если у нас что-то будет идеально на сайте, и будет прекрасно проходить регистрация, то все равно не решает проблему просто потому, что зарегистрироваться будут не все, просто в силу отсутствия интернета или компьютера. Давайте подумаем, как лучше сделать. Может быть, нам имеет смысл просто детям сразу же об этом сообщать, что те дети, которые хотят в дальнейшем, мы хотим сейчас ребенку присоздать, так как опять же, я надеюсь, что в ближайшее время получится, сделать комментарий сам детей. То есть, например, если мы видим, что, например, ребенок участвует на школьном этапе, я написал книжку фантастическую, да? Да, у нас Аэрокосмический университет собирает детей, которые будут технику увлекаются. То мы дальше можем поставить его календарик, например, мероприятие, которое проводит Аэрокосмический университет, ребенку в дальнейшем направить. И мы планируем создавать такие календарики, которые будут работать с помощью наших партнеров. То есть, передавать детей в другие проекты, подсказывать им, в каких конкурсах участвовать. Но такую историю мы сможем сделать только с теми детьми, которые, естественно, зарегистрированы. Более того, сейчас придет календарик, мы сейчас с ним готовим такой проект, который называется афиша детская. Детская подростковая афиша. В чем заключается суть этого проекта? Это наши дети пишущие, хорошо говорящие. То есть, естественно, они могут, например, сходив на балет, рассказать о том, что они по этому поводу будут. Поэтому мы хотели сделать для детей такое размещение. Это, опять же, для того, чтобы они дружили, и глубоко в этом месте сходить. Мы можем договариваться, например, с театрами, там, не знаю, с кинотеатрами, с какими-то выставочными помещениями, да, с выставками, чтобы дети приходили перед началом и дальше отзывы какие-то оставляли. Но дети в этом случае могут быть и наши бесплатные, естественно. То есть, это получаются такие дети-корреспонденты, которые они и другие рекомендуют. Но дети получают массу возможностей посещать бесплатные мероприятия. Но, опять же, для того, чтобы увидеть, как ребенок пишет, для того, чтобы ребенка пригласить в качестве корреспондента, и, опять же, надо имидовать в этом ребенку. Вот такой момент. Поэтому, здесь давайте просто как-то работу разделим, давайте мы сделаем так, чтобы можно списками подавать, а мы будем сами регистрируемся. Но понимаешь, что мы будем потом плотно работать с этими детьми, которые зарегистрированы, либо нас нужны хоть какие-то контактные данные, хоть кого-то, например, учителя, для того, чтобы можно было связаться. Потому что, интересно, конечно, еще работать с теми детьми, у которых других возможностей нет. Ну, то есть хочется все-таки не тех детей, которым так все дано, да, а детей вытягивались. Вот вопрос, как это сделать, пока не очень понимаю. Потому что очень часто говорят, а пригласите нам в проект какой-нибудь из глубокой провинции. А мы понимаем, что нет у нас никакого доступа к этой провинции, хотя дети точно участвовали, а мы с ней согласились, а вы звоните сразу. А мы уже выйдем на тех, кого на этих провинции. Да, Аля, что-то знаем. Потому что, действительно, были сильные проблемы при регистрации. Сайт не всегда был доступен, а потому что звучало. И причем, и я, как и я на этих курагах, я не могу им ничем помочь. Потому что, если раньше я могла их регистрировать, что-то выяснять, не работать с сайтом, на школьном этапе, я думаю, что мы просто это принимаем сейчас, и мы это сделаем. Но регистрация будет два типа. Один, регистрация, когда аккуратно имеет возможность вести всю информацию, и все, если здесь участвуют в регистрации, когда дети берут за сайт. То есть, все, мы это принимаем. Мы не отмечаем. Могут так, чтобы затягивать муниципазию, если где-то проводят у всех примерно одинаково, после школьного этапа. Многие организаторы уже потом, когда переходим к региональному этапу, то на региональном этапе мы готовим слайд-шоу, потому что, когда проходят у нас муниципальные, мы просим прислать нам фотографии со школьных муниципальных этапов. И для ребят это бывает, когда приехали победители на региональный этап, мы запускаем это фото-слайд-шоу, где они себя видят, видят, как мы называли, в другом регионе. Это вот как-то у нас прижилось, и ребят, это и перед началом радуются во время проведения. Вот так же, как мы сегодня с вами смотрели видеофильм, перед началом нашего форума, а российским, наверное, я точно так и пускаю в свои шоу и видео ролики, а то, как проходило, это у нас в муниципальных организациях. Конечно, мы регионально, мы так и подготовим, мы знаем программки, кто за кем выступает, где они себя тоже, некоторые, пятого, шестого класса учащиеся, видят свою фамилию в этой программке, это радует. Конечно, я так и так постараюсь, чтобы членами жюри были действительно представители разных, тут много звучало. На то у нас и в жюри люди, которые представляют, кто-то это режиссер театра, кто-то это преподаватель колледжа культуры и искусств, кто-то это просто педагог, учитель русского языка и литературы. Но как на любом фокусе, вы, наверное, понимаете, что на то он состоит не из мнений одного человека. Для объективности все-таки мы люди, представляющие разные профессии, разные материалы и выставляющие в каждой свою оценку. Вот из оценок членов жюри наверное складывается объективная оценка на победителей. И что касается обсуждения, того, что обсуждается, я думаю, вы согласитесь, что довольно объективно предположенные критерии оценки в положении не сложно, но тем не менее, конкурсы, конкурсы чтенцов, тут много обсуждали, готовить и готовить. К любому конкурсу надо готовить, я курю не только живую классику, к любому конкурсу надо готовить ребенка. И, конечно же, при оценке это смотришь и на выбор текста, и на исполнительское мастерство, потому что даже читая текст, даже по бумажке читая текст ребенок, может просто прочесть, а может действительно технически исполнить его так, что все актуально. Поэтому, в выборе критерии оценок мы обращаем внимание на это, на гармоничность целого, сценического образа, который перед нами предстал, и как он звучал, может быть, у него действительно есть дефекты с дикцией, но в целом, передав гармоничный, сценический образ, Евгений Пацанайло соответствовал образу исполняемого произведения. Не автоматически наизусть он прочитал, что его учитель уже получил, а он действительно, не только артистичный, но он соответствовал этому образу, соответствовал, понимал, о чем он не говорит, зачем он не говорит. Ну и, конечно же, имеет значение возрастной инцент, а соответствует возрасту. Штицань вполне не произведение, потому что что-то вышло, что-то вышло, что-то вышло почти как всегда, потому что раз швыри, с возрастного участника с девяти до шестнадцати лет достались принципы те же требования и те же притерии, это, наверное, не совсем правильно. Так что, данные произведения, это совершенно разные произведения, но представьте, возьмем ли мы исполнение Тарапинского и Лучуковского, одно дело, это шестой класс, и второе дело, это десятый класс, как разрешалось по положению. И хотелось бы рассказать, что вы поняли, что я не буду больше говорить, и действительно, в нашей области корпус существует, у него есть перспективы, разве не, потому что все больше у нас и больше привлекаются не только обиданки, но и он, и культуры, и все больше работают управления, образования. И хотелось бы внести все-таки предложение, которое, надеюсь, волнувся, и, наверное, имеет смысл участие при разработке положения и при дальнейшей нашей работе. Они, вот, есть на важном типе знания, об этом уже звучало, я повторюсь, усовершенствовать процедуру администрации учащенников, возможно, полномочия на ответственных за проведение. Чертное положение обозначить возраст участия, конкретные требования к разным возрастным группам, они разные, например, в сервисной работе здесь детьми, вы знаете, они разные. Разрешите, не вам самим определять количественное представительство на региональных деталях от муниципальных деталях и как-то упростить работу состояния. Вот, что касается третьего, как-то звучало, у нас тоже 78 участников по положению на регион, это нереально, мы такой сильный очаровательный. Поэтому, либо по одному от муниципалу, либо... для предложений, для вас все предложения, лучше, когда мы видим, мы можем проговорить, разошлись? Так, просто коробочку, все, все институты. Да, Программное наше слово, а как же это? Ну, у нас такой конкурс, как мы с вами знаем, что, что нужно, когда ребенок от нас ждал, чтобы не было на пицце держал. Я так тому говорю, что готовить его к конкурсу ввели, да, если готовить. В первые годы, я, у меня, я, 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 я работаю, у нас занимался делоказованием, это какая-то применение. Если есть педагогия, то у нас лично в школах не работает с теми конкурсантов, которые, я тоже выклассиваю. Учтение, это просто не работает. Не помогает им подбирать тематику. 100%. В те годы у нас конкурс проходили, чтобы стыд его заснижал. Да, вот, поэтому, Гуркатя, иди в кружок художественного слова. И она буквально походила, это, сцена правильная, дисциплина, это психология ребенка, нужно обязательно. И уже был результат. Она там была, это очень близко, не было еще в 15-м году. А штаб, работав еще год, она вышла, обязательно уходи, этот уровень, и поехала, ну, ну, в арте. И, значит, остальные дети, смотря, что тоже будут летать, они просто стали паломить и в кружок к нашим преподавателям. И результат, в этом году, вот, всех детей намного выше. Вот, поверьте мне, я спасли дети. Это первое. И второе. Мне в этом году посчастливилось, я, значит, возилась в студии агантов до лучшей области в арте. И 20-й день была в арте. В 16-м году. И на все мероприятия, я хотела, я хотела, на все атакы. Конкурсы видела, как наши дети там выступают. И на другие мероприятия и так далее. Конечно, судья была разная, естественно, неправильно, что сказали, что вот выступает девочка пятого класса с произведением Министерства Варовой, Сельюрстов, парень, и Миналода, да, и, допустим, как девочка читает Чепова или Айтматова. Ну, конечно, это прекрасно, что-то тоже стабильно. Но вот тут и проходит и до нет. И вот в одном этапе, допустим, ребенок проходит, а вот иду на другой, он прочитал хуже, и там, допустим, лучше. Вот прошел. Ну, правильно, я скажу, тут вот жир, тут вот не приставочка. Это плак. И потом, самое главное, значит, было одно, сначала два человека, потом так и так и так. И вот те детьми, которые отбирают контакты, с ними занимались специалисты, да, артисты-специалисты. И вот с каждого уровня, вот это было гораздо видно, их результат. И конечный результат. Я была в Москве и на Международном, и на Всероссийском подмосе. Тоже поехала в Москву, и скажу, я езжала. Вы знаете, какой там был уровень. Вот я их видела, когда они приехали в Орды и стояли на сцену. Это как небо и земля, поверьте, то мы готовим детей или не готовим. Это арт-автеки. И, конечно, хотелось бы, с этим нам. Понятно, что те, кто вышел, в Москве должны показать этап. Но ведь все те, которые приехали в Ордек, им тоже хотелось поработать с артистами, с специалистами. А они работали? Нет. Те, кто если не уходили, то уже не так работали, Готовили основные, те, кто выходили по этапу. Как и предложение. Хотелось бы, вот с детства, вот они уже правили, как ваши артисты, сказали, так и жули, что они все достойны. Вот медаль, да, всем финалистам. Они все финалисты, они все действительно, ну, кто-то должен победить. Спасибо. По поводу Ордека, Ордек сейчас будет большое освещание. И мы вопросом. Мы каждый год просим, чтобы наши мероприятия, чтобы в классе не связано было больше. Потому что Ордека и своя программа. Они тоже хотят, чтобы дети участвовали в этом мероприятии, поэтому здесь найти очень сложно поправить и сделать подготовку для тех детей, которые дальше не прошли. Ну, просто потому что Ордека и своя программа. Я приглашаю Самарскую область. Валентина Кутёвна-Петру, и Ольга Алексеевна Михайловна. Я с вами. Уважаемые коллеги, Самарский область большая. У нас 3,5 миллиона жителей, 715 школ, участвуют в конкурсе 464 школы в Самарской области. На наш взгляд, это большая цифра, потому что школы у нас в основном за 50 школьников. Малокомплектные школы, это только сельские школы. Поэтому я вижу в первую очередь этот труд учителя на школьном этапе, потому что от того, как пройдет конкурс на школьном этапе, будет зависеть и районный этап, будет зависеть и школьный этап. Но в связи с тем, что в Самарской области, в общем-то, Министерство образования придерживается с такой точки зрения, Музелька Алексеевна тоже представляет Самарский область детского и юношеского творчества. И я являюсь руководителем областной социально-фритологической программы литературной современности. У нас в области 10 литературно-фритологических конкурсов. Как-то они соприкасаются. В то же время мы работаем в тесном контакте таком и с учителями русского языка и литературы, и со школьными библиотекарями, потому что, как занятующей библиотекой, я являюсь руководителем регионального, самарского регионального представительства русских школьных библиотек. И поэтому основная задача всех этих 5 лет была направлена на то, чтобы учитель школьной библиотеки, родители и ученики работали в сотворчестве и сотрудничестве. И главное от этого конкурса мы хотели получить, чтобы, прежде всего, дети, участвующие в конкурсе, они получали радость от чтения. Не конкурс ради конкурса, а именно то, чтобы дети поняли, как важно. Библиотеки, которые присутствующие, знают, что разные концепции существуют, и там есть такое понятие, как читательская компетенция. В концепции для учителей русского языка это смысловое чтение. Поэтому все те формы работы, с которыми мы вот сегодня которые услышали, они же, конечно же, идут на подготовительные этапы. Поэтому, начиная с сентября, мы проводили 19 сентября у себя установочный семинар, в котором все вот эти вот положения мы обсуждали конкретно и недостатки. Вот сегодня прозвучало брать три от муниципальных районов, допустим, не три участника, а пять участников. Вот вы знаете, я просто в момент так считаю, что если мы говорим о радости чтения, и чтобы каждый ребенок ушел с конкурса положить может быть дней, мы приняли на себя вот такое. Мы берем и пять человек от Сапад, города Тольятти, потому что и Сама, у нас, по Сама, и у нас в Самаде 160 штук. Практически больше половины участников. И, по-моему, если не взять, взять только три человека, это будет, в общем-то, неправильно, и поэтому мы посчитали, мы в разрушении пять, потому что в итоге мы все равно удоем три человека. Вот. Потому что начиная со школьного этапа, главное, вот мы говорим о радости чтения, если говорить о сотворчестве и сопереживании, вот о школьном этапе для учителя, наверное, все-таки важен выбор произведения. Я в течение четырех лет говорю, что шестиклассникам не нужно читать в Драмовском, может быть, это неправильно, да, но я считаю, что чтение ребенка должно быть на крест. Вот. вот школьные библиотекторы, библиотекторы районные рекомендуют прежде всего книги, от которых бы ребята получили радость. И действительно хочется читать книги современных авторов. Поэтому мы им говорим, вот есть прекрасное авторизнательство Настя и Никита, потому что ведь в библиотеках проблемы с книжками. И где они могут хорошую книжку взять? Только из интернета, там, или Аккульта. Поэтому наша задача предложить. И дальше у учителя стоит такая проблема. Ну вот, чтобы принял участие весь класс, иммунитетного требования. Поэтому идет заинтересованность показа нам рассказ об этих книгах. И вот из этих 30-ти учитель выбирает лучшего. Я просто приведу пример. На первый конкурс у нас в десятку вот вошел мальчик, который просто, он мог выйти на сцену рассказать, и это был его образ. Просто был его кота варюги. Вот он вышел и вот что-то сказал, вот этот мальчик. Другой мальчик приходит на конкурс, потом получил за крылом вот двойку. Приходит и говорит, ну ты знаешь, мама, мы говорим, мы учим. И он начал как артист это все от учителя шло. И, конечно же, его потом заметил наш руководитель художественного слова, и уже этого маню на всех этапах он у нас уже как чтился. что касается как мы оцениваем учителя. Это же опять, вот программа литературы и современности у нас выходит циклограмму областных мероприятий, и мы работаем в курсе учреждения по образованию вопрос-заданию, то учитель знает, что если он участвует в курсе Желая классика, значит, это будет учитываться у него при аттестации его как учителя. Как вы это добьетесь? Скажите, пожалуйста, что это значит? Ну, в принципе, мы не можем сказать, что это будет. Вышли на наше предложение Министерства образования право натип нашей товарской области владеет аттестации и Министерство совместно с профсоюзом софтом профсоюзом формирует такой список конкурсных значимых мероприятий, которые дают бонусы педагогу при аттестации на категорию. И мы здесь сразу мы с ней в этот мельчин конкурс Живая классика и более того мы вышли общественным предложением чтобы конкурсы такого уровня если педагог готовит ребенка и ребенок становится победителем чтобы они приравнивались с другим всероссийским достижением и хотя бы на уровне стувальников для учителей по общеобразовательной программе. Министерство нам идет на встречу в этом отношении. Мы являемся Самарский дворец региональным оператором этого конкурса как одного из многих нам это отдано науку полностью поэтому Константинов Дмитриев с народом экспериментируют действительно у нас тоже несколько схем обкатывались то есть в один день два этапа четыре этапа предварительные это связано действительные и прочее за эти годы все варианты были проработаны когда наше министерство получило письмо и позвонило наше управление прямо таки региональным оператором что вот надо сюда ехать то есть к вам сюда то мы уже имели командировку от директора наше письмо от живой классики пришло раньше то есть у нас в таких моментах что мы пробиваем что мы убеждаем а учителя там рапе снежна да да вот эти баллы есть а список никакой нет мы нет вот к каждому там рекомендация а конкретный список какие же брать конкурсы поскольку у нас очень много конкурсов легковесных всевозможные извините интернет порталы сейчас конкурсы запускают свои поэтому этот список очень отработан более того если педагог получает категорию извините за эти зарплаты извините профессиональные требования поэтому это совместное еще и решение это совместное совместное межокрасливое решение это очень серьезно но в этот этот перечень утверждается более того мы каждый год в него даем добавление и если с общеобразовательной школой или с профессиональным образованием все идет легко то по системе дополнительного образования детей достаточно сложно поскольку вся льна полная конкурсная она же идет через дополнительное обучение обучение и как вы там говорите о вас очень много у вас этих конкурсов очень много и вы хотите еще один добавить и то есть условно говоря первые снять со сливок но мы добиваемся у нас действительно как коллега говорила что идет этот конкурс организуется через систему неполосного образования детей мы являемся главным картинатором но мы инициаторы офисер социальных льгот и социальных бонусов которые педагог или учитель или библиотека если он говорит с этого конкурса имел как и из других социально значимых льгот у нас это получает а вы можете сказать простой механизм как нам сделать так чтобы учителя получали конкурсы проводя льгот я говорю мы писаем в нашем министерстве два письма одно письмо министерства образования нашему есть отдел атсестации который занимается процедурой атсестации а другое письмо в обком профсоюзных работников образования то же самое чтобы поддержать учителя педагоги которые готовят ребенка даже не против что это не против просто не против а мы педагога не против кто царь все правильно а мы это выясняем и педагогическую поддержку которую оказывают ребенку педагоги мы знаем то есть вот этот класс наш мы его знаем мы его учитываем и мы за него боремся и два этих письма получили но это еще на первых законов конкурса то есть 11 год в 11 году получили положительное решение нам сказали договаривайтесь с профсоюзами они вас поддержат а профсоюз у нас замечательный совершенно замечательный профсоюз и они нас поддержали и было межотраслевое решение утвердить перечень конкурсных мероприятий которые дают право педагогу на фронтные баллы при оценке их портфолио в рамках артестации на первую категорию мы это получили мы это каждый год поддерживаем и каждый год эти письма пишем потому что этот перечень утверждается то есть на курсе держим более того когда решается вопрос о том что в каком педагогу и в рамках каких конкурсов дать возможность профилю на лагерь провести вот у Лидии Дмитриевны она работает для больших программ литературы современности мы ее так и называем огласная социально-педагогическая программа мы сказали что в этот лагерь поедут и учителя и ребята победители или участники и живой классики в том числе мы отдельно пожилой классики не могли у нас нет но мы включили в этот профильный лагерь для литературно огаренных детей те которые рядом с учтением это вот эта сторона потом я просто опять же я не бросаю и бросаю по поводу областных или казенных образовательных учреждений мы когда жюри даем насчет фамилии детей мы там не указываем образовательные учреждения мы указываем только территорию потому что если этот ребенок кстати они имеют право все областные учреждения выйти минуем муниципальные у нас та же самая проблема минуем муниципальные и так выйти сразу на областной этап и мы их берем да мы лишний раз сидим в жюри дольше сидим но мы этих детей тоже берем но мы этих детей их очень много права из них естественные роденные учреждения милиция тоже областная они идут напрямую мы их у себя провели на кодере учреждения минуя муниципальные и так подают ребенка или этих детей на областной этап жюри оценивает только по фамилии и по у нас жюри когда мы подаем список я считаю что мы много но у нас жюри бывает 50-е такое поэтому у нас жюри имеют только такое название произведения откуда это у нас нет вообще и потом когда мы обсуждаем уже количество мы только уходим на откуда из села или же из города сама потому что жюри работает часто на имя педагога на имя школы на имя образовательного учреждения и еще я хочу сказать что кроме этого мы очень хорошо используем такую форму работы на школьном футболе вот у нас обычно школьный это проходит в феврале мы не упускаем возможность что 14 февраля международный день дарения крики и мы говорим о том что радость чтения это прежде всего подарок подарок и да и вот это было в этом году действительно в самом отдаленном уголке Самарской области и увидела какой это был замечательный праздник и еще что поддерживает в конкурсе живая классика вот наша Самарская область мы включились в программу литературный след по достопримечательности у нас есть два проекта по этому то есть связанные с именем у нас будет ну как бы уже год работает ребята в Сызраге будет установлен такой памятный знак и будет установлен памятный знак только в вашем случае проект такой есть в Зелепурском то есть у нас есть два проекта спасибо огромное Марин Титя у нас на самом деле у нас на самом деле уже не времени но у нас последний докладчик это Республика Карелия из главы Владимира Котельникова по лосьбе я попрошу у тебя максимально спасибо огромное но у нас на самом деле два дня общения поэтому мы все успели рассказать да смотрите Республики Карелия и Республики Карелия часто с самого первого года и динамика очень хорошая и конкурс развивается и спасибо за их за тему мы благодатная такая земля конечно потому что у нас проводится много конкурсов связанных с художественным словом это и как раз конкурсы где читают свои собственные произведения и вот на каникулах на 1-1 пройдет конкурс восьмой раз уже то есть приказный конкурс художественного слова и анаторского мастерства в Адболу мы туда приглашаем участие школьников с седьмого по одиннадцатый классы поэтому порадовались вот такой из-за идеи живая классика началась с пятого класса с пяти классиков потому что для нас это было такое развитие мы начинали с пятого класса живой классики мы думали что такая ступенчатая замечательная преемственность и что угодно и потом продолжали возрастными циклами глаголы вот то что коллеги говорили про мастер-классы про лайки профилы и прочее это все проводят в рамках конкурсы глаголы поэтому здорово было бы если бы кто-то приехал тоже и к нам глаголы прекрасно вот вот со мной Владимир еще что я еще не сказала про бонусы социальные благодарственные письма благодарственные письма всегда благодарственные письма всей дороги которые готовят и в глаголе мы это делаем и в жилой классике это делаем и в глаголе вот у нас есть такой пункт кстати если участник побеждает и является притёхом а он победителем то он имеет дополнительные 8 пакок при поступлении в наш государственный битозаводский университет на его специальности в гуманитарном пути естественно да то есть защитывается как вот то есть добавляться надо прямо в положение прописанное и естественно это стимулирует то, что участие в этом бонусе в том числе да мне кажется что такие меры относительно классики это преждевременно но потому что надо заслужить право получить кодусы потому что дать слишком много это тоже не самый правильный вариант потому что мы понимаем что прочитав одно произведение кто-то филологу не искал то есть мы все-таки да так да да очень интересно будет про ваш опыт с конкурсом по глобусу давайте это обсудим я предлагаю сейчас совершить потому что сегодня мы просто завтра продолжим пружин все-таки 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 мы